Давайте о прекрасном. Сразу в единый госэкзамен для школьников в 2024 году включили вопросы, касающиеся проведения специальной военной операции в Украине. Демонстрационный вариант будущего ЕГЭ или демо-версия, кому так понятнее, опубликован на официальном сайте FIPI, можете сами зайти полюбопытствовать. Вот, например, в одном из заданий выпускнику предлагается расположить исторические события в хронологическом порядке. Среди вариантов вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации или же найдите героя той или иной битвы и, значит, соотнесите его в FIO с нужным сражения. Нельзя втягивать детей в различного рода политику. Почему? Потому что, я еще раз повторюсь, это тот материал или пластилин, с которого можно лепить все что угодно. И под любым предлогом, лозунгами, акциями и так далее, можно привлекать, завлекать молодежь вот такими способами. Конечно же, последствия, те, которые будут, они непредсказуемые. Комментарий, который я только что вам показал, был снят не так давно, в январе 2021-го. В кадре депутат Брянской областной думы, председатель комитета по молодежной политике, и еще и герой России вдогонку, Александр Постоялко. Сами слышали, что этот человек глаголил дети пластилин, из которого можно вылепить что угодно, поэтому очень опасно втягивать их во взрослые игры, особенно в политические, поскольку последствия могут стать печальными. В чьи огороды тогда летели такие камни, я уверен, вы хорошо помните. Да-да-да, присутствовал в тот момент на политической арене некий злодей, который сделал ставку на молодняк и таскал этих подростков на митинги, агитировал, не пойми за что, вот же ж мерзавец какой, а! Притом, очень интересно, посмотрите, кто там был. Вот если говорить о молодежи, ты обратил внимание, они все с телефонами. Конечно. Они все мажоры. Все такие стильненькие. А подумай, почему они стильненькие? Это значит, что это дети коррупционеров. Замкини свою пасть! Сейчас ненадолго прервемся и сразу продолжим. Мне нужно сделать одно важное заявление. Это реальная журналистика. Славься, страна. Мы гордимся. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Дорогие друзья, вы знаете, что я практически никогда этого не делал. Но вот такой момент наступил, и мне приходится обратиться к вам за помощью. Итак, многие знают, что все лето мы бегали по судам, пытались добиться справедливости, поскольку в конце весны конкретно меня обвинили в дискредитации вооруженных сил РФ, статья 23.3 Кодекса об административных правонарушениях. Я позволил себе критику буквы Z, несмотря на то, что в деле есть официальный ответ из Министерства обороны. И в этом ответе говорится буквально следующее. Знаки Z и V не являются официальными воинскими символами и не несут специальные нагрузки. То есть, события правонарушения, получается, не было. Суды, тем не менее, занимали не мою сторону, или там не всегда мою. Всего было 4 процесса. Один мы выиграли, три проиграли. Крайнее решение Свердловский облсуд вынес вот недавно, 23 августа, и оно уже вступило в законную силу. Вердикт виновен и 45 тысяч рублей штрафа. Тем не менее, мы не собираемся останавливаться. Да, решение уже вступило в законную силу, но у нас есть еще возможность подать апелляцию в коллегию судей. Затем в Верховный суд страны, однако все это очень дорого стоит, поэтому и прошу помощи. Мы заключили договор с юридической конторой, плюс штраф этот пока 75 тысяч рублей собрать нужно. Для неравнодушных оставлю под видео. И в описании ссылку на Донат Аллерс, почему на Донат Аллерс там все прозрачно, все видно, сколько, куда, зачем и еще кое-что. Главный вопрос, который часто слышу в последнее время, на кой ляд тебе все это нужно, тем более, что дело имеет политическую окраску, шансов на победу немного. А я этим занимаюсь не ради шансов на победу. Я просто хочу показать на своем примере, что за свои права, за справедливость нужно бороться. Раз есть такое право идти в суд, значит надо идти. Неправильно это поднять лапки кверху и сидеть, ждать у моря погоды. Да сиделись уже. Возможно, кто-то вдохновится, увидев, что я пытаюсь действовать и тоже пойдет защищаться. Потом еще кто-то, еще 10, 20, 100, 1000 человек. Это ведь уже много, ну вдруг. Одного можно отфутболить, двоих, пятерых, но если в суды пойдут большие группы людей, это, возможно, заставит чиновников перестать творить беззаконие. Поэтому давайте попробуем еще раз. Спасибо за помощь всем неравнодушным. Ссылка на Донат Аллерс будет внизу, и мы продолжаем. Так о чем мы, ах да, о том, как еще пару-тройку лет назад сами сторонники режима реагировали на идею втягивания детей в политику, и если бы только они, вот вам не менее интересный пример. Статья в пропагандистском московском комсомольце написана и опубликована тогда же, в 2021-м, вчера буквально. Называется статья «Мы тебя научим родину любить, и знаете, что в ней? Не поверить». Пропагандисты дюже сокрушаются по поводу принятия Государственной Думой закона о преподавании патриотизма в российских школах больше скажу. Не просто сокрушаются. Они высмеивают данную инициативу, выражают озабоченность по поводу ее принятия «Чего?» Того. Дабы не быть голословным, просто процитирую несколько строк. «Мы тебя научим родину любить» — это всегда звучит как угроза, а не как обещание чего-то прекрасного. От этой фразы разит казармой, дедовщиной и насилием. Как тебе такое, Илон Маск? Приказано преподавать любить родину с первого класса. Что оно, дитя? Видела за свою маленькую детскую жизнь, а ведь оно, дитя? Было где-то рядом, пока папа и мама ежедневно смотрели Скобееву, Киосаяна, Соловьева. Пусть говорят, слушали весь этот визг. Похабщину, прораспутство, убийство, делешь наследство. С кем поведешься, от того и наберешься. Так писали тогда пропагандисты об идее патриотического воспитания, навязанной сверху. Как бы намекая, да нет, не намекая, они открыто кричали «не лезьте к детям». Пусть родители ими занимаются, а для того, чтобы родители делали все как надо, уберите с экранов телевизоров мерзость в лицах вот этих вот Соловьевых, Киселевых, Скобеевых, и будет вам счастье. Не смотрю телевизор. Объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, он опасен для здоровья. Я себя очень люблю для того, чтобы не давать разрушать свои нейронные связи в мозге тем, кто агрессивничает с экрана. Прошло всего два года, и те же самые люди теперь резко переобуваются в воздухе. Вдруг выяснилось, что детей не просто можно, но и нужно втягивать в политику, потому что на самом-то деле только так. Можно воспитать идеального патриота. Потому что, ну, я еще раз повторюсь, это тот материал или пластилин, с которым можно лепить все что угодно. Агрессии в СМИ стало еще больше. Отборный мат слышится теперь в каждом втором фильме из сериали, что транслируется в эфире открытых телеканалов в дневное время на минуточку безо всяких ограничений 18+. Не говоря уже о гадких скандалите-шоу, хотя оставим в покое пропагандистов, поскольку эти беспринципные негодяи, они за деньги всегда готовы спеть любую песню, в том числе самую омерзительную. Готовы отписать любой танец. И даже не за деньги, но и раз, а просто по приказу хозяина. Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать. Мы все придем и всех вас убьем. Алексей Александрович, это журналисты. А мне наплевать. Пропагандисты. А мне наплевать. Но так не надо. А мне наплевать. Не надо никого убивать. Не надо никого убивать. Вы угрожаете людям прямо сейчас в нашей программе. А, да, именно так. И что? Очень любит рыбий шир. Действительно, давайте отставим уже эту дрянь в сторону. Меня другое напрягает, потому что... Вот сейчас покажу вам несколько фотографий. Попрошу, кстати, режиссера показать их с разных ракурсов, а в фон отпустить какое-нибудь неприятное шумовое сопровождение. Внимание! Теперь, что это за фото? А это кадры с форума представителей сферы патриотического воспитания, что проходил в июле в Чувашии. Туда, между прочим, приехали педагоги из 20 регионов России. Да, вы правильно догадались, на фотографиях учителя. Учителя, которые через пару дней всего 1 сентября проведут с нашими детьми так называемый урок мира. Но это не точно. А следующие 9 месяцев эти дамы будут вкладывать в головы детей знания. А меня одного передергивает от увиденного. Учитель с оружием в руках. Как такое может быть? Учителя и оружие, повторюсь, как одно с другим вообще стыкуется? Я хочу поблагодарить педагогическое сообщество, наших учителей и наставников за ваших учеников. За вашу неизменную веру в Россию и за то, что вы передаете им, вашим ученикам, эту веру. Меня опять терзают смутные сомнения. Да ёпы, РСТ, даже у нас, у журналистов, есть кодекс профессиональной этики, который гласит, журналист сознаёт, что его профессиональная деятельность прекращается в тот момент, когда он взял в руки оружие. Даже у нас это есть, несмотря на то, что некоторые называют журналистику второй древнейшей профессии, намекая, конечно же, на нашу продажность. Блин, а тут речь вообще о педагогах. Не знаю, как вам, а мне, скажем, сложно представить свою первую учительницу с автоматом на переезд, да и вторую. Уже и 22-ю, это всё. Ты втираешь мне какую-то дичь. Хотя нет, вру, в текущей парадигме подобное стало реальностью, как это ни печально. Что до уроков истории специальной военной операции, как части этой самой истории нашей страны, теперь уже части. Но тут тоже есть вопросы, и главное, к чему такая спешка? Уже и в учебники он и внесли, и вопросами на экзаменах школьных сделали, к слову. А знаете ли вы, господа, что Сталин однажды в беседе с немецким писателем Людвигом произнёс интересную фразу? История не любит сослагательного наклонения, хотя изначально автором фразы был вообще другой человек, профессор Карл Хампе. И в оригинале оно звучало вот так. История не знает слова «если». Почему я веду? Да просто мне тоже кажется, прежде чем что-то выносить в учебники, это что-то должно пройти проверку временем, как минимум. Только время может рассудить те или иные исторические моменты, помочь сделать какие-то выводы и дать объективную оценку происходящим процессам. А у нас на данном этапе что? Не напомнить. Тут мы возвращаемся к главному вопросу, который я слышу каждый день от друзей, от экспертов, от военных, знакомых и тех, которые просто пишут, хотят познакомиться. А в чем наши цели? Ну, давайте я попробую все-таки объяснить. Вот эта вот формулировка такая сложная и размытая – деноцификация и демилитаризация. Она ведь такая сложная и размытая не просто так. Она ведь такая сложная и размытая специально. Потому что цели были, как вы помните, когда президент выступал, цели объявлено было три. И из этих целей однозначная, предметная, неоспоримая, только одна – собственно, освобождение Донбасса, ДНР, ЛНР. Ну, сейчас уже пошли дальше, потому что наши новые регионы – Запорожская, область Херсонская – они тоже никак не могут быть отданы. И должны быть освобождены, безусловно. А дальше цели сформулированы так – деноцификация и демилитаризация. Как мне кажется, специально. И вот те, кто сетуют на то, что ну вот, непонятно, что это значит, а берем мы Киев или не берем, а может до Берлина дойдем, а может быть до Лиссабона. Надо бы сказать конкретно. Не надо говорить конкретно. Никогда никто этого не говорит конкретно. Цели меняются в зависимости от возможностей. Слушай, а ты можешь закрыть то, чем ты сейчас все это говоришь? На этой оптимистичной ноте я вас оставлю, пожалуй, с вашими мыслями. Переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok